Добрый вечер! В эфире программа ТОП Латгали. Я Лариса Кириллова. И как всегда в это время говорим о событиях прошедшего дня. Бюджет Министерства обороны должен увеличиться. В стране нужны новые полигоны. Государственная пожарно-спасательная служба выписала первые штрафы за вытяжки на кухнях. Об этих и других новостях поговорим чуть позже. Сейчас я представляю своего гостя. Это руководитель отдела развития бизнеса Дауговской городской думы Владимир Надеждин. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Ну и по традиции обзор городских новостей. До 1 сентября в Дауговской региональной больнице приостановлены все плановые операции. Об этом на своей страничке в социальных сетях сообщил руководитель медицинского учреждения Григорий Семенов. По словам должностной персоны, он был вынужден пойти на этот шаг в связи с отсутствием по объективным причинам большинства анестезиологов и реаниматологов. Григорий Семенов отметил, что по состоянию здоровья неожиданно не смогли продолжить работу два специалиста. Другие находятся в отпусках. В этой связи оставшемуся анестезиологу в день приходится принимать участие в проведении 9-10 операций, порой их совмещая, что не является нормальным. Нынешняя ситуация это лишь первые ласточки. Первые ласточки у проблем региональных больниц. И действительно, если на сегодняшний день все региональные больницы не будут работать на изморе и на износе, как это происходит сегодня, я боюсь, что эти ласточки дойдут и до Риги. И вопросы эти однозначно касаются вопросов уже политического характера и характера финансирования сферы здравоохранения в стране в целом. И, к сожалению, ясности в определенной по этому финансированию и реализации ряда проектов у нас порой нет. К сожалению, еще где-то два месяца назад мы информировали и министра здравоохранения, и соответствующую парламентскую комиссию о ряде проблем в региональных больницах. И, конечно, мы ждем соответствующей реакции и соответствующей поддержки. Тут банальная проблема та, которую мы уже с коллегами в Риге поднимали, которой мы поднимали вопрос, и это о том, что не совсем правильно перераспределение сил, я так бы сказал. Пока в регионах вот в таких ситуациях бьются за то, чтобы отстоять плановую службу, да, обеспечение плановых услуг. Только в этот момент наши, правильно, те же самые резиденты, подписавшиеся договора о том, что потом после резидентуры они вернутся на обеспечение этих услуг, просто придерживаются в Риге для того, чтобы обеспечивать в нужном объеме коммерческие услуги, да, помимо всего планового и неотложного. Это не в укор моим коллегам, это просто, наверное, подводит к тому, что нам стоило бы как-то работать вместе. Подчеркнем, речь идет только о приостановке плановых операций в неотложных случаях, а также в случаях первично диагностированных онкозаболеваний, и операции эндопротезирования будут проводиться согласно установленному графику. Следует отметить, что на сегодняшний день в Дагопольской региональной больнице остаются вакантными 22 штатные единицы, в их числе реаниматологи и анестезиологи. В понедельник с проверкой Дагопольскую государственную гимназию посетил вице-мэр Янис Дукшинский, который помимо культуры, медицины и спорта курирует в Дагополсе и сферу образования. Сегодня в данном учебном заведении завершается масштабный проект по модернизации учебной базы. Уже завершены работы по реконструкции самого здания, а также бассейна, спортзала и столовой. То есть есть какие-то маленькие нюансы, где нужно еще и почистить, где-то колпачки поставить. И так как в четверг приедут еще представители ВКБТ из Риги, да, поэтому все должно быть готово. И так как государственная гимназия у нас объект самый важный, самое большое финансирование, выделена это и спортивная инструктура, бассейны, классы, лаборатории, ну, поэтому все должно быть готово. Следует отметить, что в рамках реализации этого проекта школа приобретет и эргономичную мебель. В настоящее время на ее поставку проходят закупочные процедуры. Общая стоимость проекта составляет около 4 миллионов евро. В озеро Большие стропы был запущен судак. Данное мероприятие произошло в рамках муниципальной программы по зарыблению городских озер. До 1 августа Управлением коммунального хозяйства уже было реализовано 4 проекта с привлечением финансирования из рыбного фонда. В озеро Большие стропы было запущено 25 тысяч мальков судака весом от 1 до 3 граммов. Общая стоимость проекта 7,5 тысяч евро. Из них 89% составило финансирование рыбного фонда. Ну а теперь переходим к заявленным ранее темам. Министерство обороны в следующем году планирует значительные инвестиции в инфраструктуру. Мы можем вкладывать деньги в оружие, боеприпасы, но если у нас нет транспорта, мест для тренировки, баз и экипировки, мы не можем развиваться дальше. Заявил об этом министр обороны господин Паврикс. Министр также указал на необходимость строительства новых военных полигонов Валоксна, Владгали и Курзана. Владимир, на ваш взгляд, действительно ли нам такие базы необходимы? Здесь вопрос имеет два варианта. Первое, нам очень трудно говорить о том, сколько должно государство тратить. Мы не всегда в курсе этих дел, в курсе, как ведут наши потенциальные противники и так далее. Но любое строительство, если мы именно говорим об инфраструктуре... Военной инфраструктуре. Да, в том числе военной, но даже военная инфраструктура очень часто имеет и гражданскую составляющую. Дорогу можно использовать не только в военных целях. То, наверное, тратиться на решение таких вопросов довольно умно. Да, потому что, в принципе, кто будет строить эти дороги? Понятно, что будут строить полигоны или аэропорты и так далее. Будут строить наши строители. То есть, если это Владгали, это будут латгальские фирмы. И любая дополнительная возможность увеличить количество рабочих мест, дать людям заработать, ну, это, наверное, достаточно положительно. Но вот бюджет Министерства обороны в этом году плюс 2% составил, да? В следующем году... Ну, это стандартное требование НАТО, которое должны выполнять, вроде как, все страны, которые входят в этот блок. Судя по всему, в следующем году этот процент, ну, вероятно, увеличится, да? Но, знаете, как у нас говорят, если кому-то добавляют, от кого-то отбирают. От кого, кто может пострадать? Ну, наверное, сложно так однозначно сказать, кто пострадает. Потому что социальный бюджет, он сам по себе, да, скажем, гражданские объекты, они сами по себе. Потому, если будет эта цифра увеличиваться, если увеличивается ВВП, государство, соответственно, увеличивается и 2%. А развитие все-таки у нас идет где-то больше, но 2-3% прирост каждый год у нас идет в Латвии. То я думаю, что вряд ли пострадают другие сферы от этого. Ну, вот тут, согласно последней информации, экономический спад все-таки наблюдается. На ваш взгляд, с чем связано? Ну, просто какое-то время мы очень через розовые очки смотрели на развитие нашей экономики. Может быть, она будет не так быстро, но она будет развиваться. Хорошо, ваше мнение понятно. Переходим к следующей теме. С 1 августа в Долгойпусе начало работать Яндекс.Такси. Действительно, оно может составить реальную конкуренцию для уже существующих на этом рынке компаний, поскольку ценовая политика весьма их привлекательная. Подача машины первые 2 километра пути стоит не более 2 евро. Но, Владимир, понятно, что этот проект, так сказать, пришлый, да, он не здесь рожденный. А наши бизнесмены, насколько они активны в реализации новых проектов? Мы не говорим об этом, да, о других. Ну, сначала надо сказать, что информационно-коммуникационные технологии, они очень быстро входят в нашу жизнь, даже так, что мы иногда и уследить не можем, в том числе, если она пришла, эти технологии, услуги такси, это нормально. И действительно, жизнь здесь развиваться и, может быть, побеждать в конкуренции, можно только тогда, если цены будут ниже, чем цены других операторов такси. Наши предприниматели молодые, не только молодые, часто выступают с очень разными идеями. И бывают даже космические, например, путь из Варяг в Греки, чтобы соединить Днепр и Даугово. Было-было такое, да. И, значит, там ни много ни мало на 30 миллиардов где-то евро, да, на реализацию такого проекта. Но вот хотелось бы предупредить, может быть, молодых изобретателей и так далее, чтобы люди смотрели бы, исходя из нашей действительности. Очень часто есть многие такие предложения, которые хорошо работают в других странах, в других городах, в миллионных городах, например. Ну, классическое, да. Стирка белья, общественная стирка белья. Да, мы смотрим кинофильмы, в Америке это даже место, где люди общаются просто так. Ну, сделали в Даугл-плассе, оказывается, никому не нужно. Да нет у нас такой традиции. Или традиция сдачи в аренду велосипедов. Казалось бы, тоже. Но где у нас ездить, когда велодорожек-то в городе нету, а ездить там, где ездят автомобили. Но есть, есть, немножко. Но есть в некоторых местах, вот по центру и так далее, где автомобили достаточно опасно, да. Вот. И иногда даже, казалось бы, очень интересное предложение обучения иностранным языкам в интернете. Учатся нас в основном тоже студенты из Беларуси, Украины и так далее в этой системе. Как-то мы привыкли больше напрямую работать с преподавателем, когда его видеть. То есть, надо, работая вот над такими темами, надо сразу брать во внимание особенности, культурные особенности, там, скажем, языковые особенности и так далее, нашей среды. И тогда предлагать, и когда такие предложения есть, их можно очень хорошо внедрить в жизнь. Если коротко, на сегодняшний день самые основные проекты, которые поддержало самоуправление? Очень-очень разные проекты. В принципе, четыре направления, можно сказать, такие. Первое – это мелкое производство. Это может быть от оград там до пошива одежды. Это очень сейчас модно детские, детская тема, да. То есть, не детские зоны отдыха, помещения, где можно и зимой работать. Это отдых, доступ для взрослых людей, там, вплоть до катания по реке, на каяках и так далее. И четвертое, которое, может быть, наиболее сложно приживается, это как раз высокие технологии, да. Там, обучение странным языкам и так далее. Но тоже есть в этой отрасли несколько проектов. Но надо помнить все-таки о том, что, делая свой проект, не забудьте о менталитете населения того региона, в котором вы его планируете реализовать. Это очень важно. Переходим к новой теме. Государственная пожароспасательная служба выписала первые штрафы за присоединение вытяжки на кухню к вентиляционным шахтам. Как известно, теперь за такого рода вытяжку можно получить штраф в размере 30 евро. При этом отмечается, что инспекторы Государственной пожарно-спасательной службы не намерены проверять каждую квартиру. Их цель не штрафовать, а обеспечить безопасную среду в многоквартирном доме. Владимир, вот на ваш взгляд, учитывая, что тот же сотрудник пожарно-спасательной службы, он не может просто так по предъявлению удостоверения войти в квартиру. Его могут не пустить. Не кажется ли вам, что это все-таки борьба с витринными мельницами? Самая первая проблема здесь, что вентиляционная шахта всегда была только одна, согласно всем проектам. И теперь делают, когда проекты фактически она единая. Одновременно подсоединить общую вентиляцию и одновременно подсоединить вытяжку над плитой фактически к ней невозможно. Те решения, которые предлагает пожарная служба, делайте сами дополнительные вентиляционные каналы, вводите ее куда-нибудь за пределы здания. Ну, это просто издевательство над людьми. Ну, да, если мы говорим о многоквартирном доме, то это еще одноэтажный дом, собственно, это еще можно делать в многоквартирном доме, но как штробить дополнительные какие-то вентиляционные каналы через весь дом, это невозможно. Кроме того, я тоже немножко не понимаю еще одну проблему. Вроде это думано в случае утечки газа для того, чтобы газ куда-то выходил из помещения кухни. Но, извините, у нас газ в основном пропан-бутан из баллонов, он очень тяжелый и стелится по земле. Наличие вентиляции под потолком никак в данном случае не спасает. Ну, немножко такое ощущение, что пожарно-спасательная служба немножко в этом случае перестаралась, взяла за основу какие-то правила Евросоюза, до конца о них не продумав. Ну, а штрафовать это, наверное, самое простое, что можно сделать. Ну, а как вообще можно выполнить правила, если тебе закрыт доступ в квартиру? Ну, в том числе и это тоже не продумано. Да, доступ в квартире может быть только там при наличии определенной документации. При наличии ордера. Да, при наличии ордера, наоборот. На ваш взгляд, чем это закончится, вся инициатива? Они и забудут, а вытяжки как продавались, так и будут продавать? Я думаю, что примерно так и будет. То есть какое-то время люди, которые попались, люди, которые очень законопослушны, они действительно снимут свои вытяжки. Основная масса, наверное, так и останется при своих интересах. Не пользоваться вытяжкой вы не допускаете такого варианта? Нет, ну, в принципе, вопрос такой, что вытяжка, она тоже имеет свои особенности, да. У нас, в очень многих она на высоте 2 метра, она никакие функции не выполняет. Она должна быть непосредственно над плитой. Вот, но это неудобно, соответственно. Но сделать дополнительные какие-то вентиляционные шахты, ну, это тоже не решение. Ваше мнение понятно, и я думаю, что это мнение поддержит большинство жителей нашего города. Ну, а работникам пожарно-спасательной службы придется придумать какой-то новый вариант, чтобы заставить людей выполнить эти правила. Переходим к новой теме. 68% жителей Латвии считают, что достойную старость пенсионерам должно обеспечивать государство, а не они сами об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим агентством СКДС. С тем, что людям самостоятельно следует позаботиться, ну, скажем так, о достойной старости, согласились только 28% жителей. Владимир, ваше мнение каково? Государство должно все-таки заботиться о сеньорах, либо все-таки сеньор должен, как всегда, заботиться о себе сам? Здесь вопрос, не очень грамотно проведен вообще опрос. То есть в том смысле, что у нас нет государственных пенсий, в прямом смысле этого слова. Человек всю жизнь работая, платит, ну, практически 34% социальных платежей, это не является налогом, он так и называется, социальный платеж, для того, чтобы основная масса от этого идет на страхование как раз пенсии. То есть если человеку дали бы возможность платить или не платить, он мог бы эти деньги складывать где-нибудь в чемодан, скажем, под кровать, да, или на счет в банк. Ну да, если только не денежная реформа, да? Да, но такого варианта государство не предоставляет. Так что вот, коротко говоря, государственных пенсий в таком смысле у нас нет. Любая пенсия, она заработанная человеком, платя часть своих доходов. Второе, мы знаем, что есть еще так называемый третий уровень пенсионного обеспечения, когда человек добровольно может в банк вкладывать свои деньги и потом, соответственно, выбирать. Притом, в отличие от первого уровня, третий уровень, он в случае смерти человека переходит его наследником. Второе, он может быть выбран раньше, чем достижение пенсионного возраста и так далее. То есть вот эти два варианта дают возможность достаточно широко использовать свои, если можно сказать, лишние средства для того, чтобы обеспечить себе безбедную старость. А безбедную ли? Да. Но вот вопрос таком, что кто должен заниматься? Государство должно гарантировать, чтобы эти деньги не пропали, бы контролировать эти коммерческие банки, потому что, например, третий уровень находится уже в коммерческом банке. Вот это задача государства. Но в чистом понятии у нас государственных пенсий все-таки нет. Человек сам зарабатывает свою пенсию. Послушайте, вот в Европе очень популярны пенсионные фонды, но на протяжении многих десятилетий. Все-таки жители Латвии относятся к этим пенсионным фондам очень осторожны. Почему? Менталитет опять-таки? У нас тоже есть пенсионная фондовка, но мы напрямую не можем туда перечислять свои деньги. Мы все равно деньги перечисляем государству фактически в виде социальных платежей. Государство дальше второй уровень пенсии, так называемый, размещает их на каких-то достаточно ликвидных фондах. Сами мы это делать не можем, не имеем права. Ну что ж, в любом случае заботиться о себе нужно самому, ни на кого полагаться в этих вопросах. Конечно, и сейчас людей, которые работали, как сейчас называют, с конвертиками получали, и сейчас очень сожалеют, что они получают мизерную пенсию. Ну вот опять-таки возвращаемся к тому, что не позаботишься о себе сам, не позаботится о тебе никто. Переходим к новой теме. Впервые Рига вошла в ежегодный рейтинг лучших студенческих городов мира, заняв 110 место. Триумвират университетов – это Рижский технический университет, Университет Страдания и Латвийский университет. Вильнюс в этом списке оказался на 95 месте, ни один вуз Эстонии в этот рейтинг не вошел. Первые места в топе занимают Лондон, Токио, Мельбурн. Казалось бы, классные соседи, но на самом деле, Владимир, как вам кажется, стоит ли таким рейтингам уделять какое-то особое внимание, если главными критериями при его составлении являются привлекательность города, в котором находится вуз, просто рейтинг вузов, который по стране определен, активность, доступность работодателей, студентов, а также оценки, те, кто там учится. Ну, определенное внимание, конечно, на эти рейтинги все-таки надо обращать. Нельзя сказать, что это абсолютно пустая информация. Другое дело, что для составления таких рейтингов часто используются, ну, такие методы, например, там, друзья, позвоните побольше раз, да, пришлите лишнюю бумажку и так далее. Ну, если мы говорим об образовании, высшем образовании в Латвии, то три названных университета действительно являются ведущими учебными заведениями нашего государства. Трудно поговорить о всех, но мне получилось так, что я окончал Рейский технический университет два раза со сдвигом во времени в 32 года, первый в 23, второй в 54. Значит, но могу сказать только, что действительно образование, которое дается там, это очень серьезное. Преподаватели подходят очень серьезно и к своим лекционному материалу, и как при принятии зачетов и экзаменов, чего бы нельзя сказать, ну, например, о некоторых других учебных заведениях Латвии. Потому когда молодые люди, или, может быть, не столь молодые люди, надо все-таки посмотреть, если интересует действительно знание, а не только необходимость иметь диплом, потому что очень часто бывает и такой вариант, что необходимо иметь диплом просто, чтобы занимать какую-нибудь определенную должность, то, конечно, надо попытаться учиться в тех учебных заведениях, рейтинг которых выше. Но мы же прекрасно понимаем, что иногда просто кто-то не успел подать анкету для того, чтобы попасть в этот рейтинг. Ну, кто-то, скажем, не то что критерий, но как бы, может быть, кому-то эта анкета и не поступила, да? Тот, кто делает этот составляет рейтинг, он почти не посчитал нужным, например, предложит кому-то другому. Частичной объективности в этом вопросе нету, да, но частичная, конечно, присутствует. Но тем не менее выбирайте все-таки вуз тот, в котором вам хочется учиться. И самое главное, высшее образование, в первую очередь, должны получать люди для себя, а не для родителей, как это, увы, у нас сегодня чаще и бывает. Всем хорошего вечера, до свидания и до новых встреч!